ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЕЗОН 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 ПО СВОИМ КАНАЛОМ И вот, когда я туда зашла ПО СВОИМ КАНАЛОМ С ЗАДНЕГО КРЫЛЬЦА У МЕНЯ ПРОСТО ПОРТЕР БЫЛ ГОЛЫЙ, ПУСТОЙ В ПОРТЕРЕ СИДЕЛО А ВОН, ПО МО, РАССЧИТАНО ЧТО ЛИ МЕСТ ПОРТЕР Я вот точно не помню Значит, артистов на сцене Было гораздо больше Вот для кого они работали? А ведь там остались люди Которые действительно любят искусство А зачем тогда ставить билет в три столи И они в 50-е не понимают Вот в чем дело, понимаете И если у нас приватизируют театры То у нас по всем театрам Будет такая вот ситуация Я боюсь другого Я боюсь, что если у нас приватизируют театры Просто исчезнут театры Потому что они очень интересны С точки зрения недвижимости Что касается театра Чехова Если его приватизируют вдруг То понятное дело Там будет казино Но все-таки какие-то пару театров останутся Я думаю, что Чехов скорее всего По логике Даже наши нынешние ребята во власти По логике должна ставить Чехов Чехова и Менецку Как русскоязычный и молдавоязычный театр Государственные театры И уже опера Дело в том, что театр с улицы Рус Тоже русскоязычный театр И это вообще театр с удивительной историей Я не знаю просто Я много лет преподавала историю театра Я не знаю ни одного больше случая Вот на всем пространстве Скажем СНГ Где таким вот образом Бородился театр Который появился из обычного Школьного драм-кружка И театру в этом году 35 лет И театр вообще Он существует Его знают за границей У них огромное число гастролей Они очень много есть на фестивале Где их всегда срывают призы Они проводят фестиваль В ноябре они проводят фестиваль Мультфест.ру Это фестиваль камерных театров И спектаклей малых форм Куда приезжают Ну я не знаю Десятки стран мира В том числе Которые играют уже даже не на русском языке Я не говорю про то Что после первого фестиваля Бывший министр культуры Выступая По одному из местных телеканалов Сообщил, что у нас фестивали не проводятся Только вчера уехали последние гости этого фестиваля Это Фокша? Да Известный знаток театрального искусства? Да Вот понимаете Я уже про это молчу Но понимаете При том, что этот театр Сейчас создает славу Молдове Создает славу Кишиню У него нет своего помещения В коммунистические времена Начали строить театр Значит Начали строить Построенный 60% 60% построено То есть здание стоит Осталась Даже Осталась отделка внутренняя И все Ну тоже кто-то его приватизирует Сейчас вы подали им хорошую идею Здание почти закончено На ботанике Вы знаете сколько Вы знаете сколько Не называйте адрес, пожалуйста Вы знаете сколько Сколько было написано писем Сколько было комиссий Сколько ходили Госпожа Гимпу Работающая в Министерстве культуры Кричала Я вас уничтожу Я закрою ваш театр Сколько просили Сколько обсуждалось И все И это все Точка На этом точка Там не такие уж деньги На самом деле нужны большие Там отношения просто Понимаете Там нужно просто отношения Вот Поэтому Вообще Этот театр сделали государственным Если бы например У человека Который его создал И вырастил У Хармельна Были бы деньги Конечно театр был бы частным Но это был бы театр Понимаете Вот А так когда На самом деле Ведь идет речь Неоприватизация Если бы Если бы дали Какое-то из этих зданий У нас есть театры Которые только Имеют название театра Тот же Матиевич На Здесь На 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 Щусево Угол Йорга Хорошее здание Практически без театра Существует Вот если бы Сделали Если было бы Хороший подход Правильный подход И здание Перераспределили бы Вот действительно Есть растущий театр Перспективы Который театром останется Хармелину не нужно Грубо говоря Или другому человеку От театра Реальному человеку От театра Не нужно здание Для того чтобы там Проводить свадьбы Как в театре оперы И балета А для того чтобы Люди просто могли прийти Нормально посреди спектакля Тогда было бы правильно Но я боюсь Что эта приватизация Просто тупо происходит Под дележ недвижимости В центре города Правильно Это не приватизация театров Это приватизация зданий В которых находятся театры Театры потом просто Выпихнут Вот в чем дело Просто ребята Не называют вещи Своими именами А ребята никакие вещи Своими именами не называют Кстати о ребятах Последнее заседание парламента Длилось 14 Не более не менее 14 часов Это в принципе сессия была Вот эта сессия парламентская Весеннее летнее Была достаточно революционной Я бы назвал ее рекордной подставкой Все таки столько отставок произошло Вам чем запомнилось больше всего Вот этот весенний летний сезон политический Мне запомнился бесконечно работать за компьютером Потому что Спасибо конечно ребятам Они давали повод Они давали новостные поводы Через каждую минуту буквально Ну чем запомнилось С очередным кризисом конечно Понимаете Вот Вот я согласна с Бацаном С господином Бацаном Который сказал в эфире одного из местных телеканалов Что Очень хорошо работала оппозиция Что касается властных структур То тут Вы знаете Это уже становится скучно Все эти скандалы Все эти разборки Все что они делали в течение вот этой вот весенней летней сессии Все эти Игрища с назначениями Со снятиями Понимаете Это что называется шило на мыло Замена шило на мыло Ну они вот выставили значит Из этих структур Они За этот период Они значит выставили всех министров ГИМПу За этот период они Назначили Нового Генпрокурора Который Очень симпатичный человек на самом деле Понимаете Вот Но с таким же успехом Могли и любого другого Любого другого человека С юридическим образованием Который закончил гюрпак Не с юридическим образованием Любого не могли Любого не могли Там очень важно быть близким Одному человеку Другому Одному олигарху Он определяет В этой стране кто генеральный прокурор Потому что от генеральной прокуратуры Зависит благополучие И даже свобода этого человека Владимира Плохотнюка Поэтому вот это важно Ну вот знаете что мне Что мне больше всего понравилось Я очень смеялась Когда значит появился новый кабинет министров И за министерство транспорта Министерство транспорта Подчиняется всем партиям Вот это мне так понравилось Потому что Инфраструктура Потому что это сам Потому что Тут как раз такое денежное дело Можно деребанить на троих Но они раздеребали на троих Именно вот денежные потоки Это очень смешно на самом деле Почему это уже не смешно На кого это Ну не знаю Ничего другого не остается Как смеяться Противно это И раздражает Как вы отнеслись к этому Скандалу вокруг министра Сандов С попыткой отставки Вообще с этим скандалом Сдачи бакалавра в этом году 42% тупиц Как педагог скажу Как педагог Я же поэтому и спрашиваю Вы знаете что Тоже очень симпатичная женщина Но Насколько мне известно Она не педагог по образованию Она менеджер Она менеджер Понимаете Дело в том что образование Такая тонкая Как культура Такая тонкая Структура Такая тонкая ткань Что нельзя там Использовать методы Которые используются В частных фирмах Понимаете что произошло Да действительно У нас проблемы были У нас были проблемы Когда у нас из школ Выходили сплошные отличники Потом Когда Вузовские преподаватели Работали с этими Отличниками То приходилось Объяснять Что такое Таблица умножения Были такие проблемы Это говорит В первую очередь О больном обществе А не о том что Вот Дети списывают Дети такие плохие Они списывают У нас общество больное У нас ценности Денежные знаки Денежные знаки Понимаете И это вбивается детям С самого раннего детства И потом На этих С этими детьми Сводить счеты Ведь получилось Что с этими Издевательствами Получилось Что с этими Видеокамерами Счеты сведены С этими ребятами С этими выпускниками Которым В течение 18 лет Дабливали Не подмажешь Не поедет Понимаете Даже если хочешь учиться Но пока ты Учителю не занесешь Вот в чем дело Вот в чем проблема Не надо говорить Так вот Всех учителей Вот под одну Гребенку Но таких К сожалению Из-за того Что учителя Получают Крайне мало Из-за того Что старые кадры В большинстве Своем Ушли У нас же Можно Перечислить Просто пересчитать По пальцам Школы Где остались Вот такие Сильные кадры Подготовленные Еще по научной Методике В советское время Которые Всегда знали Нас учили всегда В институте Нет плохих учеников Есть плохие учителя И которые привыкли Работать над собой Привыкли Привыкли работать Над своим предметом Понимаете Но Появились Появились и другие люди Как вот этот вот тип В Бельцах Вообще Тоже советская школа образования Кстати советская школа образования Да Но хорошая мимикрия Молодец парень тоже Вот Понимаете К сожалению Есть и такие И вот именно такие Вот одна Знаете Как это есть Такая пословица какая-то Да Кто Одна корова Все стадо портит Вот как Одна паршевая овца Одна паршевая овца Все стадо портит Понимаете Вот это и тоже Ну так паршевая овца Это не санду Стоит в одной школе Появиться Вот такому вот Педагогу Который Берет деньги Потому что он мало получает Принимает Такие дорогие подарки От родителей В течение И понимаете И у детей У родителей Сразу же возникает Ага Значит все можно Значит таким вот образом Можно получать образование Ну хорошо Они установили вот эти камеры Потом приходит Майя Санду Потом приходит Майя Санду Непонятно на какие деньги Я подсчитала Что на эти деньги 7 миллионов рублей Да Я подсчитала Что на эти деньги Можно содержать в течение года Малокомплектную школу Потому что У нас По новому По новой программе Финансирования школ У нас каждый ученик В течение учебного года На каждого ученика Тратится 500 долларов Ну там 6 тысяч лей Да 500 долларов Грубо говоря Немножко меньше получается Да И вот смотрите Значит в эти деньги Входят Зарплата преподавателей Содержание школьного здания Приобретение оборудования Приобретение учебников И так далее И вот в принципе Вот мало Одну малокомплектную школу На эти деньги Которые были потрачены На камеры Потом мне сказали Что эти камеры Не соответствуют заявленным То есть Это какая-то Какая-то китайская сборка Подделка Совсем плохая Да Вот И они сказали Что в школах Эти камеры останутся Зачем они в классе? Возникает естественный вопрос Зачем они в классе? За кем следить? Контрольные бывают Не за контрольными За людьми следить Зачем? Вот спросите Кто будет за ними следить? Будут сидеть декторы Вы их защищаете Вы говорите Что моя Санда Симпатичная женщина Она за это все отвечает Она за это все отвечает Но понимаете Но она просто Ее нельзя было ставить Министром образования Вот это все Ну это сто процентов Вот нельзя было ее ставить Сейчас Снимут Майю Санду А вообще я не помню Она еще свое дело Она Мавр свое дело еще не сделал Мавр не может еще уходить Ее снимут Но не сейчас Она еще не закрыла все Что должна закрыть Не оптимизировала все Что должна была оптимизировать Ей поставили задачу Перед ней стоит Вот перед финансистом С этой задачей С экономикой Что он будет делать? Конечно будет оптимизировать И как идея Как идея Может быть эта оптимизация И неплоха Но по сути Она превращается в деградацию У нас все Почему-то превращается В деградацию Просто понимаете Просто потому что Это делается все Знаете Как перейдить планеты Все Вот я не знаю Вот нормальный человек у себя дома, он начинает делать ремонт, он сперва все аккуратненько сложит, посудку перемоет, ящики положит и так далее. Вот здесь то же самое происходит, вернее, то же самое должно происходить, например, с вопросом оптимизации. Сперва определиться по деньгам, потом определиться по каким-то там хозяйственным делам, а определиться, значит, по педагогам в обязательном порядке, потому что ведь под это дело, мы же не говорим про это, а сколько-сколько голов полетит. Просто у людей не будет работы, люди не будут ездить за 25 километров, да уже не ездят, кстати, уже не ездят. И потом, никто ведь не подумал о том, что редкая школа, редкий педколлектив принимает чужаков из другой школы, понимаете, принимает хорошо. Вот вам пример гладяны. Вот эта история с гладянским лицеем, которая была в прошлом году, которую русские лицеи, значит, пытались закрыть, его удалось отстоять в прошлом году, я не знаю, как в этом году, вот в прошлом году тогда его удалось, значит, отстоять. Так что там было? Значит, педагоги из молдавского лицея не хотели принимать этих учителей. Есть в интернете ролик, где идет собрание этих педагогов, значит, вот этого вот лицея, куда должны были прийти эти учителя. Там стоят два журналиста из кишневских изданий, и, значит, им, а коллег из русского лицея просто не пустили в эту комнату. Не хотим. И что делать? Я даже, я не знаю, что сказать. А тут ничего не скажешь. И что делать? А как тогда детей будут принимать? Еще хуже получается. Понимаете? Есть школы, где вот, я скажем, знаю, что в Калараше, например, там, значит, нормально все, там все, этот процесс произошел безболезненно. Вот, но есть ведь, это Калараш, это город, это где две школы были рядом, где там, значит, общались, друг друга знали и так далее. А если, например, из одного села в другое село? А как примут этих детей? Ведь никто же об этом не подумал. Ведь никто об этом. Надо сэкономить. Все. Я не говорю уже про эти автобусы. Тоже сэкономили на них? Да, тоже сэкономили на них. Понимаете? Маринутца тоже симпатичный человек? Маринутца нет. Маринутца не симпатичный. Значит, тогда он должен уйти в отставку? Слушайте, он должен уйти в отставку, он должен уйти в отставку, вот прямо вот, понимаете? И, к сожалению, слово благородство неизвестно людям, которые находятся у власти. Вот вообще в любой другой стране после одного трупа министр взял бы и пошел в отставку. И в этой стране было так до недавних пор. А кто у нас попадал в отставку? У нас Плешко ушел в отставку после одного трупа на полигоне в Бульбоке. Тоже министр обороны. Его отправили. Его отправили. Отправили. Его отправили в отставку, понимаете? Все-таки были люди с понятием о благородстве. Да, да, правильно. Люди отправляли хотя бы отставку, если сам не уходил. А тут кто-то сказал, что это нормальная ситуация. Тимофан сказал, что это нормальная ситуация. Или Маринутца сказал, что это нормальная. Нет, Маринутца не сказал, что это нормально. Маринутца сказал, что нормально, когда лицо за три дня меняется в цвете. То есть там подозревают, что мальчика избили, и он от этого умер. А Маринутс сказал, что у него синяки на лице, что это нормальная ситуация, что труп каченяет через... Вот дискуссия министра обороны о той ситуации, в которой оказалась наша национальная армия. И главное, его простили, не проголосовали за отставку, и на той же неделе еще один труп уже сбили. Да, на следующий день буквально. И сейчас и говорят, что, вернее в новостях прошло, что Маринутс пытался подать в отставку. Правда, я не знаю, как это он собирался делать. Это, наверное, в частной беседе с Тимофти. В Тимофти сказал, что никак он не может принять отставку такого благородного и мощного министра обороны, как Маринутс. Вот она, наша власть, наши ребята во власти, и вот они все такие. И Санду, которая может быть симпатичная женщина, может быть неплохой финансист, но то, что она делала с нашим образованием, это просто деградация. Ну это слово в посудной лапке в образовании. Ее нельзя было просто назначать министром, вообще нельзя было. При такой сложной ситуации, вы знаете, выписывать ее, где она была, из Штатов, выписывать ее сюда из Штатов, пожалуйста, назначить вам сферу, вот, пожалуйста, вы ее додерибаните до конца. Но она додерибанит, если ей дадут время. Если мы обсуждаем потихоньку министров, нам интересно, вот, ваша точка зрения, она такая, скажем, неформальная. Как вам Лазер, который объявил всех сторонников восточного вектора неполноценными, а тех, кто не хочет трудиться за 2000 лей, ленивыми? Правда, я не знаю, у нас что-то так много возможностей работать за 2000 лей, и люди отказываются. Он назвал нас ленивыми, вернее, тех молдаван, которые не хотят работать. Но мне больше задело это точка зрения, что если ты думаешь не так, как я, то ты неполноценен. Знаете, ну тут просто это даже комментировать нет смысла, потому что, знаете, ну что тут скажешь? Вот что тут скажешь? Даже комментировать нет смысла. Может быть, это, ну пускай это риторический вопрос. Что касается 2000 лей, то извините, а Лазер пробовал на них прожить? Я, во-первых, не уверен, что есть работы за 2000 лей невостребованные. Вы знаете, нет, на самом деле, на самом деле, вот я столкнулась с такой ситуацией. Я готовила как-то материал, значит, и обращалась к одной женщине, которая открыла обувную фабрику в одном из сел Каушанского района. И она рассказала следующую вещь. Это я вот к тому, что рыба гниет с головы. Что происходит у нас? Значит, она сказала следующую вещь, что она перед тем, как открывать фабрику, она хотела специально это сделать в сельской местности. Чтобы было проще, дешевле. Чтобы было проще и дешевле, и конкуренции, в общем, как-то так это самое. Вот. Она приехала к властям, те сказали, конечно, всегда, пожалуйста, районы, да вот вам, пожалуйста. Она говорит, назовите мне самое тяжелое вот село. Значит, ей назвали там какое-то село, я уже не помню просто сейчас. Она приехала туда, поговорила с местными, с примаром, поговорила с людьми. Открывает она фабрику на 300, по-моему, мест. Причем у нее зарплата, внимание, это было где-то 2 года назад или 3, значит, от 3 тысяч и выше. Все остальное, значит, все зависит от выработки. И вот в этой фабрике на 300 мест ежедневно на смену выходят 25-24 человека, а числится 32. Дама, конечно, в ужасе. Она, значит, собирают там собрания, опять ездят по селам, уговаривают. А знаете почему? Потому что приходят шаровые деньги, гастарбайтерские. Шаровые, кто-то за них и шачат. Нет, я говорю, вот для тех людей, которые здесь, которые здесь. Я вот про что говорю. Значит, гастарбайтеры строят дома. Здесь люди сидят их охраняют и говорят, о чем нам за эти деньги работать, я лучше дома посижу. И она мне говорит, она говорит, понимаете, я понимаю, когда это говорят пенсионеры, но когда это говорят люди среднего возраста, где-то 40, 45, 50 лет, она говорит, я вообще не понимаю, что. И понимаете, опять-таки, мы никогда об этом, мы как-то об этом всегда очень мало говорим, то, что вот называется, даже не знаю, падение нравов. Понимаете? У нас произошло, вот, у нас произошел какой-то поворот в сознании, и то, что вчера было плохим и неправильным, сегодня это нормально. Понимаете? То, что вчера вот такие вот ребята, это был просто, деточка, ты с ними не водись, то сейчас посмотри, как он классно живет. Образец для подражания. Вот в чем, да. Вот, посмотри, как он классно живет. А в Кишиневе я вполне допускала, что кто-то не хочет идти работать за 2 тысячи, потому что, вы знаете, я сама работаю на нескольких работах. Это очень тяжело. Здесь все работают на нескольких работах. Понимаете? Все работают на нескольких. Это очень тяжело на самом деле. Вот. И потом, смотря, какую работу он предлагает за 2 тысячи. Не, ну он ничего не предлагает. Если он имеет в виду какую-нибудь круглосуточную, там, я не знаю, какую-нибудь круглосуточную работу где-нибудь, то пускай сам поживет. И вообще, что это за зарплата? Лазер министра экономики, это вообще парадокс. И вообще министр экономики вообще может... Не имеет права министр экономики говорить о таких зарплатах. Он должен говорить, тем более, что он пришел к власти, в партии, которая обещала минимальную зарплату 500 евро в месяц, а песню в 300 евро. Вот только хотела сказать, он вообще не имеет права эту цифру называть. Вообще не имеет права... Ладно, лазер, лазер это, в принципе, еще один, как и маринутся, это символ вот этой, я даже не знаю, как этих ребят назвать, которые сейчас во власти, вот, и падение нравов, и вот распальцовка, и так далее, и тому подобное. У нас осталось 2 минуты, а я не могу вас не спросить о том, что вот сейчас прослеживается новая тенденция, новая мода. Журналистам, достаточно многим, уже достаточно большому количеству журналистов приходят, и политическим комментаторам приходят СМС с угрозами. Это шутка или это уже более серьезная вещь? Ну, если приходят периодически... Вчера, по-моему, пришло, да, Константину? Кияну пришло, Василию Настасу, раньше приходил Церди и другим, которые критикуют. Есть, в принципе, вот та тенденция, что критикуют выходню как. Значит, это тенденция. Тогда получается, что это тенденция. Вот это те же нравы, о которых... Это уже не нравы, это уже возвращение в 90-е, это уже чистый вода-бандитизм. Да, к сожалению, наше время истекло. Есть у меня еще очень много вопросов, но я думаю, мы с вами вот так неформально еще пообщаемся. Спасибо, дорогие телезрители, за то, что вы внимательно, надеюсь, нас слушали. Желаю вам доброго вечера. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»